Датское правительство дало зелёный свет строительству в Северном море огромного искусственного острова. На площади равной 18 футбольным полям 120 тысяч квадратных метров разместятся 200 ветровых генераторов, способных обеспечить электроэнергией 3 миллиона домохозяйств. Это крупнейший строительный проект в истории Дании, оцениваемый в 34 миллиарда долларов. Остров будет принадлежать наполовину государству, наполовину частному сектору. В будущем его размер может увеличиться втрое. Предполагается, что остров будет снабжать электричеством и соседние страны. Их список пока не оглашается, но профессор Якоб Астергард из Технического университета Дании в интервью BBC назвал возможными партнёрами Великобританию, Германию и Нидерланды. Ожидается, что на первом этапе проекта будет установлено около 200 ветряных турбин общей мощностью 3 гигаватта. После завершения строительства энергетический островной узел в Северном море достигнет мощности 10 гигаватт и сможет покрыть потребление 10 миллионов европейских домохозяйств. Это означает, что хаб также сможет обеспечивать соседние европейские страны энергией, а избыток электроэнергии можно будет хранить в больших батареях острова, которые будут использоваться при увеличении спроса. Для сравнения масштаба офшорного узла Дании, крупнейшая ветряная электростанция в США, Центр ветроэнергетики Альта в Калифорнии имеет мощность 1,5 гигаватта. Огромная ветровая электростанция будет также вырабатывать водород для использования в промышленности и на транспорте. Согласно принятому в Дании акту о климате, страна собирается в ближайшие 10 лет сократить выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году полностью выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов. В декабре прошлого года Копенгаген объявил о прекращении разведки нефти и газа на принадлежащей ему части дна Северного моря. По словам министра энергетики Дана Йоргенсена, страна имеет приоритеты. «Это гигантский проект», — заявил BBC профессор Астергард. «Это новый шаг в развитии датской ветроэнергетики. Мы начали с установки ветряков на суше, потом на прибрежном мелководье, теперь на искусственных островах. Дания будет мировым лидером в этой области». Идею поддержали датские политики всех направлений. То, что начиналось как фантазия, теперь воплощается в жизнь. Экологическая группа Данк Энерджи приветствовала начало воплощения мечты, но выразила сомнения в том, что остров будет готов к 2033 году, как запланировано. У берегов острова Борнхольм на Балтике, к востоку от материковой Дании, намечено построить еще один подобный остров, но меньшего размера. Уже подписаны соглашения, по которым энергия с него пойдет в Германию, Бельгию и Нидерланды. В прошлом ноябре Евросоюз огласил план нарастить выработку электроэнергии на установленных в море ветряках в пять раз к 2030 году и в 25 раз к 2050. Третья часть энергетических потребностей ЕС уже покрывается за счет возобновляемых источников. Суммарная мощность ветряных генераторов морского базирования в странах Евросоюза составляет 12 гигаватт. Из них на Данию приходится 1,7 гигаватта. Остров Северноморья рассчитан на 3 гигаватта, остров возле Борнхольма на 2 гигаватта. Точное место, где расположится большой остров, пока не названо. Известно лишь примерное расстояние от берега 80 километров. Датское телевидение сообщило, что Государственное агентство по энергетике предварительно выбрало две точки к западу от полуострова Ютландия и что в обоих местах глубина моря составляет 26-27 метров. Однако после того, как законопроект приняли, у здания парламента в Копенгагене прошла массовая акция. Протестующие выступали против строительства острова. Экоактивисты передали дело в Европейский суд. Они считают, что проект навредит экологии столицы, в частности, увеличит поток транспорта. По оценкам, для доставки сырья на место реализации проекта потребуется до 350 поездок грузовиков в день. Кроме того, экологов обеспокоило перемещение наносов, твердых частиц, переносимых потоком воды или воздуха, в море, и их возможное влияние на местную экосистему и качество воды. Дания неизменно опережала конкурентов, когда дело касалось инвестиций в ветроэнергетику. Несмотря на большой скептицизм, он представил первую в мире морскую ветряную электростанцию в 1991 году, после нефтяного кризиса 1970-х годов. Ферма, известная как Вайндеби, была основана у побережья Дании и состояла из 11 турбин, имела мощность 5 мегаватт и обслуживала годовое потребление 2200 датских домашних хозяйств. Хотя Вайндеби успешно доказала жизнеспособность ветряных электростанций, другим странам потребовались годы, чтобы начать ввод в эксплуатацию своих собственных проектов, особенно в промышленных масштабах. Но в последние годы растущее беспокойство по поводу изменения климата привело к значительным инвестициям в ветроэнергетику по всему миру. Отчёт Global Wind Report 2021 показал, что 2020 год был лучшим годом в истории для мировой ветроэнергетики, когда было установлено 93 гигаватта новых мощностей. Это увеличивает мощность ветроэнергетики до 743 гигаватт по всему миру, что помогает избежать 1,1 миллиарда тонн СО2. В отчёте отмечается, что для того, чтобы мир достиг нулевого уровня к 2050 году и смягчил последствия изменения климата, в течение следующего десятилетия ветроэнергетика должна быть установлена в три раза быстрее. Устанавливает ли последний проект Дании стандарт для остального мира? Дания, похоже, снова войдёт в историю ветряных электростанций после строительства уникального искусственного острова. Редактор субтитров А.Семкин